Вот тут что-то другое. Ну, в общем, короче, вот этот квадрат давай сейчас открываем. А ты что, докопался сейчас? Да ящик! Ящик! Потроню. Охренеть, охренеть. Рики-ти-ти-тик! Очередной сигнал с глубины. Ого-го-го! Похоже, такая же яма. Парни, сейчас будем рыть. Уже вечер. Завтра будет быть тёж. Открыть надо сегодня. Точно. Погнали. Так, товарищи, опасные находки пошли. Ё-моё. Ё-моё опять. Ё-моё, да ну нафиг. Охренеть, охренеть. Вы это видите? Появился МГшный ящик алюминиевый. Открытый. К сожалению, открытый. Да. Так, друзья, ящик пулемёта МГ. Внутри ленты. Вот, смотрите. Так, скрываем ящик пулемёта МГ. С этой стороны, пожалуй, мы его сломаем просто жесточайшим образом. Вот такая вот, ребята, красотища. Ай-яй-яй. Штуки, несущие смерть. Смотрите, парни. Вот это да. Вот это да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, я даже подозреваю, что там ещё они стоят. Ящики. Да. Ещё ящики. Они стоят вот так вот, и их там много. О, вообще мёртвый. Ё-моё. Ну что, подумаем? Да, думаю. Твою мать. К сожалению, ящики сгнили. Сохрана нет. Парни, сохрана нет. Очень плохо. Застаем лентами. Офигеть. Целые ленты. Смотрите. Слушай, он вообще может быть крутым. Смотрите. Алюминиевый ящик изгнили, к сожалению. Остальной такой. Более-менее. Так, так, так. Сейчас я его попробую открыть. Смотрите. Я только что открыл ящик. Утряхиваем. Ну, хренеть. Друзья, уже темнеет. Думаю, что продолжим завтра. Так, друзья, вернулись к вчерашнему раскопу. Это, похоже, закопанный пункт. С подзарядки. С боеприпасами. Так, вот вчера достали 4 ящика МГшных. Три из них были алюминиевые. И, к сожалению, они вот в таком вот состоянии печальном. Просто сгнили. Ну, вот. Из них мы только достали ленты, получается. Один ящик был более-менее. Это вот стальной. Он лучше всех сохранился. Такие вот патроны югославского производства, похоже. Так, друзья, попался вот такой целый ящик деревянный с такими вот патронами. Ну, короче, там еще какой-то огромный металлический предмет. Ёпт твою мать. Так, ну вот он, ящик деревянный, очередной. В этом ящике находится цинк. Сейчас мы достанем его и посмотрим, что внутри. Ну, похоже, там опять патроны нас ждут. Неизвестно, что за патроны. Сейчас посмотрим. Смотрите, рядом с ящиком саперный заряд на 3 килограмма немецкий. Рядом с этим саперным зарядом что-то железное. Наше предположение, что это шпринга, да? Ну, похоже, или снаряд какой-то. Либо это фугасный снаряд. Так, друзья, ящик оказался в плохом состоянии. Вот цинк. Цинк от него вообще просто крошится. То есть мы его пошевелили. Верхнюю крышку сняли. И вот сразу стали видны коробки с патронами. Что-то мне кажется, что это стальные патроны. Это не латунь. Давай, сейчас я попробую. Дай мне, пожалуйста. Так, пока что не удается, к сожалению, достать ящик целиком. Мы привезли с собой другой ящик, пластмассовый. Друзья, в ящики попадаются разные пачки. Сверху лежали вот такие вот. Если видно маркировку. А снизу пошли вот такие. Они... В серединке. В серединке? В серединке были узкие пачки. По бокам старт. То есть середина ящика была вскрыта уже во время войны. Немцами, похоже. Оттуда они забрали несколько пачек вот таких патронов. Куда-то, ну, для своих целей. А потом середину ящика они запихали вот такие вот пачки. Это уже немецкие патроны. Это югославские. А вот это немецкие. Немецкие в стальной гильзе. Вот они все ржавые. Гильза стальная. Друзья, смотрите, мы думали, что это либо шпринг-мина, либо фугас какой-то. Это оказалась магнитная мина кумулятивного действия. Она стоит рядом вот с 3-х килограммовым саперным зарядом. Да, где-то там еще граната виднеется. В общем, пошли очень опасные находки. Сейчас мы аккуратно это будем извлекать. Друзья, смотрите, достали саперный заряд. Но он не был установлен на подрыв. Все вот эти вот места, где устанавливались детонаторы, они пустые. Так, друзья, магнитная мина. Вот, видите, это мина кумулятивного действия. Вот этот. Ё-моё. Друзья, это невозможно. Это невозможно. Мой напарник мне подсказывает, что там еще как минимум 2 магнитные мины. Так, друзья, смотрите, еще 2 магнитные мины из этой же ямы. Здесь стояла третья рядом с ними. Это удивительно. Это просто пипец. Смоленская область дает. Да, да. Смоленская область рулит. Так, друзья, сейчас мы их достанем. Вон, прилип патрон, смотри. Работает еще. Прилипают патроны к магнитам. Смотрите, друзья. Магниты до сих пор работают. Сейчас достанем еще одну. Вот такой натюрморт нарисовывается. Сейчас еще одна будет. Не уходите. А ударь-ка туда дальше. Там есть все они? Третья появилась. Магниточка. Так, друзья, закончили очередную яму копать. Вот такой вот хлам внутри был. Несколько ящиков с патронами для маузера К-98. Несколько гранат ручных М-24, колотуха. Несколько яиц М-39, гранаты. Три магнитные мины кумулятивного действия. Также было несколько пулеметных ящиков для пулемета МГ. Один ящик был стальной. Остальные ящики были алюминиевые. К сожалению, они сгнили вообще просто в труху. Мы достали только одни ленты, даже ящики. Даже очертания ящиков не сохранилось. Просто одни соприкали. Вот такие вот находки. Сейчас пойдем к другой яме. Мы уже там нафанили следующую яму. Если что-то будет интересное, я включу камеру, и мы это заснимем. Друзья, вот очередная яма. Там какая-то железяка показалась. Сейчас будем копать, доставать. Мы вместе с вами посмотрим, что вонило в этой яме. Под левую ногу, да? Под левую ногу, с этой стороны тоже. Вот что-то шевелится, друзья. Так, друзья, это похоже люк от танка. Сейчас откопаем и достанем. Вот так. Ну да. Это бочки, да? Это танк. Ну да. Нет, ну люк. Нет. Обознались. Ну дергивайся, посмотрим. Все равно интересно. Друзья, это не люк. И это не от танка. Это какая-то железяка. То, что это не бочка, это точно. Кругловатой формы. Газом вырезанная. Ага. Сельхоз. Сельхоз вещи пошли какие-то. Так, друзья, смотрите, какие большие части можно найти в запаханном поле. Неожиданная находка. Это верх от башни КВ-1. Сейчас мы откопаем ее, посмотрим поближе, как она выглядит целиком. Еще! Все, хорош. На работу! Все на работу! Друзья, на этом все. В общем, мы уже выехали. Там уже асфальт. Надо двигать в сторону дома. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Всем удачи. Пока! Продолжение следует...